в эфире первого национального канала белорусского радио и телеканала беларусь 24 аналитический проект актуальный микрофон вас приветствует журналист евгений милешко здравствуйте и сразу представлю сегодняшних наших гостей елена хорошевская директор центра делового образования белтпп белорусской торгово-промышленной палаты и виталий в обещевич начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий белтпп здравствуйте здравствуйте я хочу для начала вот обозначить что белтпп это крупнейший бизнес-союз в стране я так думаю даже то что деятельность белорусской торгово-промышленной палаты регулируется специальным законом который постоянно адаптируется в этом году вносились определенные изменения в законодательную базу и вносились изменения в закон а белтпп значит все таки это вроде бы как некоммерческой негосударственной организации имеет большое значение и я знаю что у вас очень много членов почти там 3000 членов в организации хотя насколько я понимаю вы работаете не только с ними они являются учредителями грубо говоря которые платят взносы финансируют деятельность торгово-промышленной палаты у вас широкое представительство и в стране и за рубежом и очень широкая партнерская сеть в странах мира и на всех континентах вы работаете с государственными предприятиями с бизнесом прислушиваетесь к их мнению насколько я понимаю у вас много есть разных программ о которых мы я думаю сегодня поговорим это будет полезно для всех в том числе и для тех кто еще не сталкивался с вами не не пользовался вашими услугами тем более что вообще мы по моему уже вступаем в многополярный мир процесс пошел и этот мир должен стать справедливым как бы гарантированным справедливым миром для всех для всех стран для субъектов хозяйства не всех стран и наверное ваша роль тут будет только возрастать вот такого общего плана сначала вопрос как вы адаптируетесь к этому процессу может быть виталий с вас начнем да конечно и начну наверное с того о чем и начали сказали о том что торгово-промышленной палате есть специальные законы и что нам позволяет адаптироваться вот просто в качестве примера одно из таких важных новаций в этом законе это право белорусской торгово-промышленной палате право законотворческой инициативы то есть вносить и предлагать носить изменения в те нормативно правоакты непосредственно деятельность или компетенция которых затрагивает напрямую нас поэтому на мой взгляд это показатель того что это доверие государства в том числе к белорусской торгово-промышленной палате это то что должны в том числе оценивать наши члены палаты вступая белорусской торгово-промышленную палату потому что мы заинтересованы в этих идеях и соответственно в этих инициативах и вот я бы еще сказал такой один интересный процент до или факт относительно членов палаты 87 процентов членов палаты это предприятие в том числе не государственной формы собственности то есть мы сегодня ориентированы в принципе на конструктивный бизнес республики беларусь у нас порядка 20 процентов это компании которые имеют том числе и иностранный капитал поэтому наше такое представительство на максимально широкое мы интересны и резидентом свободно экономических зон и у нас целая запланирована серия мероприятий она называется день сбил тпп действуем в интересах с и возвращаясь к вашему вопросу основному как раз таки мы выезжая в сез и понимая что там производители там экспортеры там предприятие которые ориентированы на именно внешний контур выезжая к ним мы всегда задаемся вопросом что им сегодня нужно и мы фактически свой портфель услуг подстраиваем под соответствующие нужды и направления и африканский форум о котором мы поговорим это один из примеров когда мы понимаем что стоит задача выходить на африканский рынок мы не понимаем этот рынок мы очень упрощенно думаем об африке о континенте где на красивая природа пустыни и прочее не понимая что это очень серьезный развивающийся континент и мы понимаем что это нужно мы соответственно организуем подобные форумы подобные мероприятия в образовательной сфере мы поднимаем новые темы мы поднимаем новые рынки те же межинтеграционные объединения и наверное это многовекторность она непосредственно связана с развитием таких площадок как шосс брикс и прочее и вот просто к слову сегодня более 70 процентов внешне торгового оборота республики беларусь приходится на страны шосс шанхайской организации сотрудничества поэтому и наш портфель услуг он с этим связан и нашу календарь выставочных мероприятий посмотреть на наши выставки в следующем году а я скажу что в прошлом году у нас было 12 выставок а уже на 25 год запланировано 40 если посмотреть куда мы едем то наверное через наш календарь выставок мы фактически можем и отобразить нашу вектор направления те новые страны новые рынки и прочее поэтому мы фактически стараемся быть идти в ногу со временем но и в каких-то моментах мы понимаем что мы должны опережать потому что тяжело одному предприятию выйти на новый рынок в новую страну или допустим возьмем эфиопию вот одному предприятию тяжело ему нужен кто-то кто бы ему помог поэтому вот и наши ресурсы они нацелены на то чтобы и быть с предприятиями и в каких-то моментах пытаться быть даже немножко впереди но я был на вашем сайте посмотрел вас действительно очень много самых разных мероприятий не только выставок у вас и образовательные проекты о которых мы с еленой ивановны поговорим чуть позже да а что касается шосс сейчас наш премьер-министр роман головченко находится в пакистане это первое заседание в котором мы участвуем беларусь участвует как полноправный член этой организации шанхайской и это здорово с брикс я думаю что мы тоже будем в казани присутствовать буквально на следующей неделе эти все организации да я не сомневаюсь что для вас они представляют интерес и страны которые входят в эти организации заинтересованы в сотрудничестве с нами тем более что наша экономика открытая у нас есть что поставить мы производим больше сегодня всего и промышленность и сельское хозяйство производим продукции больше чем мы можем потребить поэтому в роль вашей организации белорусской торгово-промышленной палаты наверное очень высока я так думаю хотя вы не единственная на белорусском поле такая структура но вместе с тем и вот в этой связи я бы хотел вспомнить сейчас о том что наш президент буквально в конце сентября на встрече со студентами технических вузов обозначил проблему вернее скажем так высказал критику и в адрес в адрес средств массовой информации в адрес руководителей предприятий в адрес властей на местах что год качества который объявлен был президентом 24-й год как-то не прозвучал не в сми не деятельности скажем так наших предприятий и президент размышляет серьезно тем чтобы следующую пятилетку обозначить как пятилетка качества он будет конечно принимать решение но я думаю мы должны тоже к этому уже готовится и эту критику воспринять серьезно и готовится к тому что надо будет заниматься следующую пятилетку серьезно качеством вы готовы ну хотелось бы так по-пионерски ответить но по ним понимаем что это очень достаточно серьезная сфера и когда мы говорим про качество я по крайней мере понимаю что это вопрос не только в том чтобы где-то отдельный продукт сделать качественным но это наверное качество и образование это качество производства это качество услуг и конечно же это качество работы таких организаций как торгово-промышленная палата мы являемся институтом не финансовой поддержки экспорта поэтому мы эту критику в том числе абсолютно применяем на себе и у нас в этом году была принята стратегия развития палаты где мы фактически определили для себя ключевые приоритеты развития и наверное формулируя каждый приоритет мы как раз таки отталкивались от критики в отношении самих себя где мы не дорабатываем что нужно предприятиям кстати у нас в стратегии затронуты вопросы и улучшения и развития преимуществ членства торгово-промышленная палаты мы затронули вопросы вовлечения бизнеса в том числе в такой диалог с государством и с органами государственного управления мы затронули вопросы и развития новых направлений в сфере внешне экономической деятельности и вопросы связаны с шосс с брикс снг и союзного государства то есть много в этой стратегии затронуто и подготовка аналитических маркетинговых исследований по новым рынкам и улучшение внутренних стандартов оказания услуг цифровизации услуг для того чтобы это было быстрее современнее проще понятнее и так далее поэтому фактически мы мы готовы и мы хотим сделать так чтобы мы работали лучше и предприятиям было работать с нами лучше то на мой взгляд такие понятные установки главное их исполнять елена иванова центр делового образования который вы возглавляете прибил тпп ведь это скорее всего тоже о качестве потому что на как я понимаю если ошибаюсь вы меня поправите вы помогаете нашему бизнесу нашим государственным предприятиям или скажем так представителям предприятий развивать компетенции определенные которые требуют время правильно да конечно и качество для нас тоже очень важно и как мы сейчас говорим то есть мы действуем и работаем от теории к практике все наши семинары все наши образовательные проекты все наше повышение квалификации мы проводим и делаем именно практика ориентирована мы приглашаем специалистов которые работают на предприятиях то есть спикерами тренерами наших программ являются те люди скажем да те руководители те специалисты в том или ином направлении которые на практике используют те или иные инструменты методы техники стратегические какие-то шаги управленческие в планировании в том же самом там бизнес планирования допустим инвестиционного проекта мы тоже понимаем что сейчас предприятия заинтересованы в этом и как правильно составить как проанализировать это все то есть мы стараемся это делать конечно же на своих семинарах поэтому качество образования в первую очередь мы конечно можем рассматривать здесь и другой вопрос так как образование это лицензируемый вид деятельности да мы можем говорить что качество образования еще соответствует там согласно всем правовым нормам которые в кодексе и стандарте до кодексе образования в положениях в законах вот это мы конечно соблюдаем но это уже вторая сторона а самое главное это быть полезными и нужными для наших предприятий именно для специалистов которые работают на этих предприятиях чтобы они могли прийти и уже что-то реализовать на своем предприятии что-то новое попробовать посмотреть со стороны проанализировать ошибки которые были почему не получалось и уже с новым шагом скажем с новым витком идти дальше ну вот на следующей неделе буквально стартует ваш проект академия экспорта в двух словах что за проект на кого рассчитан кому будет полезен и насколько он сегодня востребован в то вы чувствуете ведь заявки уже должны поступать я так понимаю да это образовательный проект то есть это бизнес-курс академия экспорта в этом году мы его назвали новой возможности в новых условиях о чем мы начали разговор да с чего мы начали разговор то есть поэтому естественно мы и программу и все модули наверное я расскажу немножко последовательно да то есть это бизнес-курс который состоит из 14 тематических модулей и мы это называем такой экспортный цикл предприятия которая проходит начиная с маркетинга с изучения рынков опять-таки с изучения в брендов с целесообразности выхода на новые рынки ну и дальше это уже логистика таможенные вопросы вопросы затрат управленческих до финансовая естественно мы рассматриваем и уделяем большое внимание правовым аспектам экспортной деятельности которая включает и форс-мажор и вообще внешнеэкономический договор и есть вопрос возврата дебиторской задолженности потому что эти вопросы есть и конечно же этот курс он рассчитан для специалистов и руководителей тех направлений тех отраслях в которых они работают заявки уже идут интерес конечно есть востребованность этого курса есть этот курс мы проводим с 2018 года то есть это уже как говорим седьмой год мы открываем двери академии экспорта и конечно с каждым годом программы становится все скажем практика ориентирована темы новые направления новые и предприятия есть очень хорошие отзывы когда предприятия говорят что мы прошли академию экспорта и посмотрели и увидели те возможности которые есть у нас на которые мы идти рынке даже те которые на которые мы готовы выйти ошибки наверное тоже свои заметили я так думаю вы помогаете решать проблемы вот в таких практика ориентированных семинарах курсах проектах приходят к вам представители предприятия не знаю там маркетологи например условно сейчас скажем да и говорят а вот мы делали так так и так вы можете оценить и сказать ребята вы ошибались надо было совершенно по-другому действовать конечно у нас есть и у нас практика на наших семинарах и тоже на академии экспорта мы всегда говорим что вы можете прийти уже с готовым планом уже с готовой стратегией и по ходу задавать вопросы и видеть те нюансы те ошибки которые у вас есть и это касается всех вопросов всех направлений и даже правовых аспектов у нас например в этом году будет такой наверное как то сказать такой кусочек до времени то есть как бы в модуле правовые эксперты деятельности где мы будем в режиме реального времени проводить экспертизу внешнеэкономического договора вот виталий владимирович то есть будет для слушателей он будет готовы договор да в котором на что нужно обратить внимание где есть ошибки чтобы предприятие проанализировали свои документы и свои договоры потому что практика и бывает и предприятие горит а мы так не делали а мы это не заключали а мы это в договор не включали вот поэтому здесь это тоже очень важно это действительно очень важно сейчас затронули тему международных документов которые наши предприятия наши бизнесмены заключают и потом сталкиваются с большущими проблемами проблемами а ведь одна из основных функций белтпп это как раз вот этот анализ и в какой законодатель статус благ или на которой можно было в твое средства и в твое случаях там того чтобы не возникало потом каких-то серьезных финансовых в первую очередь как правило до проблем у обеих сторон и чтобы эти договоренности были исполнены в срок вовремя хотя случается и так что и форс-мажоры и это тоже задача белтпп чтобы зафиксировать да и подтвердить я правильно понимаю я просто зачем это сейчас обозначаю чтобы наши бизнесмены которые еще с вами никогда не работали понимали что они в лице белтпп имеют огромного помощника я правильно рассуждаю именно в их деятельности внешнеэкономической да фактически в этом и заключается основная суть вот если мы говорим про форс-мажоры я думаю что эта тема актуальна для маленьких предприятий для индивидуальных предпринимателей еще с 2020 года когда началась пандемия и мы понимаем какой был вопрос и фактически в беларуси торгово-промышленная палата единственная компетент компетентная организация которой законом дано право выдавать заключение наличие форс-мажора что такое форс-мажор для предприятия например предприятие работает по государственным закупкам ну что-то поставляет например дистрибьютор продукции появляются санкционные ограничения все этот товар поставлять нельзя соответственно белорусское предприятие не может выполнить госзаказ соответственно за невыполнение госзаказа у него есть определенные убытки штрафные санкции дальше те кто не исполняет рамках госзаказа включаются в реестр недобросовестных поставщиков если в рамках госзакупок этом плода двух лет ограничения участия в госзакупках а дальше есть еще иностранный партнер например резидент польши который не выполняет свои обязательства а белорусское предприятие мы заплатили деньги польский резидент и товар не поставляет играет извини деньги отдать не могу потому что из-за санкций есть определенные ограничения по платежами тогда и вот фактически ту схему который вам сейчас назвал это 90 процентов всех форс-мажоров и заявления форс-мажоре которые к нам поступили они примерно были в рамках этой концепции на сегодняшний день чем мы можем помочь потому что форс-мажор это фактически будем говорить так это уже попытка снизить риски это попытка хоть где-то себя защитить но по моей практике фактически все форс-мажоры всей экономики всех секторов экономики которые были затронуты санкциями фактически прошли через меня и процентов 30 40 можно было бы не допустить проблемы если бы изначально грамотно и правильно сформировать или сформулировать конкретные условия в контракте сделать санкционный комплайнс это что значит санкционный комплайнс вы работаете сегодня с предприятием и вы не понимаете вот этот тюбик с каким-то клеем он подпадает под ограничение или нет будут ли ограничения на транзит этого товара и так далее и вот сегодня многие заключают контракты когда в большой фуре один предмет подпадающий там под товары двойного назначения и вся фура она фактически будем говорить так не проходит границу и прочее мы тоже сегодня занимаемся этим санкционным комплайнсом и составлением контракта и в чем преимущество члена торгово-промышленной палаты вот давайте представим вот у вас возник сегодня вопрос с контрактом у вас есть должник вы не знаете как вам действовать но пойдите в юридическую консультацию к адвокату и попробуйте получить консультацию чтобы он проанализировал ваши документы подсказал что делать вот это привилегия преимущество члена палаты что он это может делать в режиме онлайн и это постоянно это происходит то есть звонки вот скажите мы здесь везли то-то то-то что нам делать нам сказали так то и так то есть есть такая будем говорить быстрая консультация по телефону ну и пожалуйста кто-то приезжает вот сейчас после нашего эфира у меня сегодня в день уже три записавшихся представителя предприятия которые подъедут вот с такими конкретными ситуациями ну кстати интересно вы сейчас сказали действительно буквально вот на днях вступил вступило решение правительства силу расширен перечень товаров запрещенных к ввозу и реализации на территории республики беларусь это ответная наша мирная санкционное давление со стороны запада и это тоже ваша компетенция это тоже подсказку наверное вы можете дать бизнесменам которые ну пытаются поставить какую-то продукцию в нашу страну но окажется что ее поставить уже нельзя ну я бы скорее здесь не называл бы этот ответной мерой потому что мы видим что какую позицию занимает страна и мы конструктивные и у нас нет недружественных стран у нас есть страны совершающие недружественные действия то две разные вещи и в этой ситуации которую вы назвали вполне может возникнуть следующей ситуации какой-то белорусский резидент который занимается производством продукта и поставка этого продукта третьим лицам качестве комплектующих изделий было возможно некий предмет который сейчас ограничен к возму территории беларусь соответственно он этот товар привести не может не может сделать комплектацию и поставить третьим улицу возможно вот этот белорусский резидент может к нам прийти и попросить форс-мажор что он не может импортировать определенный товар который запрещен к возму территории беларуси и мы здесь будем обеспечивать такое широкое применение этого постановления правительства они защищают правительство защищают рынок беларуси мы соответственно защищаем белорусских субъектов если у них возникают проблемы с исполнением контракта но это тоже решение это тоже мы в своей части до отрабатываем здесь хорошо вот вы сказали что можно получить быструю консультацию я знаю что у вас есть проект проект который называется цифровая белтпп а в этом году даже еще проводится конкурс в год качества конкурс лидеры цифровой экономики он называется вы как в лидерах или на каком свете обратно же с чего вы начали до с критических критического отношения к тому что у нас есть можно много говорить о том какие уже у нас есть цифровые продукты отдельные и базы реестры и так далее но это цифровизация которая у нас стоит в плане в стратегическом плане это мы можем хоть такая глобальная которая зацикленная будем этого играть цифровизация то есть настоящая цифровизация так когда я могу обратиться в цифровом формате и получить результат цифровом формате как только этот цикл где-то обрывается это уже не совсем полноценной цифровизации поэтому мы сегодня стремимся именно полноценной цифровизации для того чтобы предприятия члены белорусской торгово-промышленной палаты могли с нами взаимодействовать цифровом режиме начиная элементарно от того чтобы счет оплатить о членстве или принять участие в академии экспорт чтобы все с помощью цп и заявки и акты и счета и договоры и все документы могли подаваться и на в таком формате без выезда в офис торгово-промышленной палаты хотя мы действительно широкая сеть у нас по всей стране во всех крупных городах есть филиальная сеть в областях у нас есть областные предприятия вот задача нашей цифровизации именно упростить вот это взаимодействие хорошо я понимаю что членом белтпп быть в этом в этих вопросов которые мы сейчас обсуждаем выгодно с одной стороны с другой стороны но не является бизнесмен или индивидуальный предприниматель членом белтпп он может к вам обратиться может получить консультацию в таком же формате в таком же объеме как и член белтпп или есть какие-то ограничения в принципе по ряду направлений у нас просто есть выгодные условия для членов палаты то есть даже с точки зрения скидок или отдельных направлений которые оказываются бесплатно для членов палаты ну например вот у нас есть ежегодное мероприятие достаточно масштабная это в палате когда приезжают наши послы именно белорусские послы они приезжают каждый год в беларуси мы один день они уделяют именно торгово-промышленной палате и членам торгово-промышленной палаты когда на встречу с ними записываются только члены белтпп например мы говорим о годе качества но у торгово-промышленной палаты есть свой знак качества называется реестр добросовестных партнеров это тоже красивый знак который предприятие сегодня размещают на своей продукции на рекламных материалах и так далее и включиться в реестр могут только члены торгово-промышленной палаты где-то и скидки например на форс-мажор у членов палаты скидки до 50 процентов там например на оказание услуги размер одной скидки для предприятия в котором работают до 100 человек это достаточно хорошее предприятие 100 человек вот только на одном форс-мажоре он фактически если таким простым языком скажу отбивает размеры членского взноса который у нас абсолютно там вот от двух базовых величин десяти самые крупные предприятия в стране то есть адекватно вполне они больше носят даже на мой взгляд технический характер эти взнос потому что взнос ежегодный он фактически подтверждает активность предприятия то что они работают то что они нуждаются и платя даже членские взносы предприятие всегда может нам поставить задать вопрос а за что я плачу и мы должны на этот вопрос отвечать и в вашем примере если я не член палаты примерно вот с такой модель обычной консультации которая поступает мне звонок здравствуйте здравствуйте подскажите вот мы здесь из китая заказали бы подождите брюк представьтесь как как мы можно обращаться да вот элементарный вот так то продолжать играл какое предприятие вы представляете вот такой то а ваше предприятие член палаты ну не член палаты что дальше вы что не подскажете я говорю мы вам подскажем но понимаете другие члены палаты которые в том числе платят взносы задают вопрос то что член палаты какие преимущества если вы консультируете всех да но скажу как есть не буду лукавить конечно мы не отказываем предприятиями стараемся помогать потому что все таки действительно у нас есть закон и закон о палате и где четко прописаны наши цели и задачи а вот эту разницу между членами и членами палаты мы как раз таки реализовываем через наши специальные проекты программ тоже академии экспорта для членов палаты и скидка и поверьте через образовать и да и поверьте только по участвовав этом образовательном проекте крупное предприятие снова воспользуюсь этим простым словом отобьет этот свой членский взнос просто по участвам в одном проекте то есть вы принимаете на свои семинары курсы проекты всех кто пожелает но естественно это представители предприятий подготовленные в определенной степени уже люди которые в бизнесе поработали но я с улицы не приду к вам дает ну конечно да конечно как сказал виталий владимирович у нас есть тоже в наших образовательных курсах особенно в академии экспорта у нас есть скажем так специальные условия специальные скидки для членов палата палаты и они до 50 процентов вот и то что касается семинаров тоже мы рассматриваем скидки тоже определенная тематика определенные условия участия конечно у нас принимают участие там специалисты руководители предприятий но мы можем и заключить договор и с физическим лицом то есть если специалист кто-то и он говорит то что я хочу там заплатить за себя да я хочу там отучиться мне интересно мы тоже работаем с такими скажем так лицами да с такими людьми которые хотят повышать именно свои профессиональные да к компетенции повышать свою квалификацию мы тоже не отказываем но основной конечно контингент это предприятия все республики беларусь и мы берем не только экспортеров да все предприятия которые работают и на внутреннем рынке и частный бизнес и у нас тоже можно сейчас сделать такой акцент мы проанализировали у нас получается 63 процента то есть предприятий представители предприятий которые уже частный бизнес но естественно все наши флагманы которые принимают участие скажите обращаются к вам иностранные резиденты или вообще представители иностранных фирм из той же эфиопия который мы сегодня вспоминали вам могут позвонить обратиться с вопросом о том а как нам поработать с белорусской стороной или вот мы работаем с такой-то организацией мы хотим понимать вообще насколько добросовестно до организация работает на белорусском рынке есть такие обращения и можно ли вообще так обращаться наверное для того чтобы пояснить почему да и какие цифры в этой части привести за прошлый год количество просмотров сайта торгово-промышленной палаты 4 миллион резиденты 158 стран это статистика соответствующих интернет ресурсов и сразу просто почему ну да у нас понятно полная двуязычная версия сайта и так далее но в чем этот плюс которую должны использовать предприятия чтобы белл тпп тоже не частная инициатива что вот сели кто-то создали белл тпп да и не зря закон о торгово-промышленной палате в каждой стране мира есть торгово-промышленная палата и вот это си си это chamber of commerce and industry до си си это известная во всем мире у нас даже вот значки они очень похожи это меркурий бог торговли и так далее и например есть какой-нибудь китайский резидент или резидент эфиопии он где-то услышал что у нас налаживаются связи с республика беларусь это европа это близ все регионы тот же евразийский экономический союз близко и так далее и он понимает что мне нужно узнать что-нибудь о бизнесе в беларуси о предприятиях и так далее и поверьте 90 процентов будут понимать что наверняка в каждой стране есть торгово-промышленная палата и они будут бивать chamber of commerce and industry in republic of беларусь приходя на наш сайт поэтому отвечая на ваш вопрос да и это в постоянном режиме более того нам очень много пишут наши партнерские палаты ну например сегодня написала правда посольство ирана о том что у них есть конкретное предприятие которое заинтересовано работать с беларусами и так далее поэтому это фактически данда наша ежедневная работа и на мой взгляд это тоже один из плюсов членства торгово-промышленной палате понимаешь что и появляется доступ подобной информации и мы в свою очередь готовы предложение белорусских предприятий транслировать своим партнером в этих странах главное чтобы конечно была хорошая презентация хорошее коммерческое предложение но в этом и есть в том числе специфика нашей работы вот вам видите много пишут а нам много звонят по нашему поводу по нашему разговору елена швайко сейчас расскажет о том какие вопросы и задаст их наверно с удовольствием расскажу очень трудная у меня была сейчас работа поскольку тема специфическая все-таки согласимся сегодня у нашего диалога поэтому люди которые постоянные слушатели но обыватели пенсионеры мнение звонили активизировался малый бизнес я даже удивилась и вот позвонила женщина и говорит что ну для нас это как ликбез в общем поблагодарили за тему и несколько вопросов и были вот такой такого плана женщина позвонила и говорит значит белтпп но мы привыкли уже к этой аббревиатуре говорит часто ее слышим в эфире в сми это как правило у них ассоциируется от организации выставок экономического плана но встречи разные деловых кругов оказывается вы ведете просветительскую работу это уже наверное все таки елена иванова к вам вопрос работаете с бизнесом обучаете сложно нужно ли это результат вы чувствуете это сложно это есть конечно в этом свои трудности но результат оценивается нам наверное сложно если посмотреть так как внутри предприятия но результатом для нас это является отзывы наших слушателей и когда предприятия звонят и говорят спасибо мы были у вас решили этот вопрос когда предприятие отправляет к нам своих специалистов уже на другие наши семинары на другие наши повышения квалификации и мы говорим у нас уже есть постоянные клиенты постоянное предприятие которое у нас учится и обучают специалисты всех на прав своих направлениях для нас это тоже оценка и для нас это обратная связь потому что предприятие понимает что специалисты выходят к ним уже и возвращаются со знаниями поэтому здесь вот если брать такую обратную связь от предприятий она в большей степени проявляется вот в этом но естественно там видя и слушая новости да мы тоже понимаем что если предприятие какое-то расширило свои поставки если они вышли на новый рынок и понимаем что она принимала участие в каком-то из наших семинаров то конечно мы тоже это можем отнести к своей заслуги а еще есть такое понятие я думаю что оно и применимо и в вашей сфере и среди бизнесменов сарафанное радио никто его не отменял по большому счету если предприятие пришло к вам получила знания и они были полезны и применимы в их деятельности общаясь между собой они ведь тоже могут спокойно и это еще лучше даже результат не надо никакой рекламы когда между собой бизнесмен гориток надо сходить в торгово промышленную палату да поучиться там и все будет хорошо конечно конечно я дополню то есть мы когда проводим наши курсы повышение квалификации мы спрашиваем слушателей почему они пришли какие ожидания и когда мы слышим что нас порекомендовали то есть коллеги или когда мы там были где-то на другом мероприятии или у меня там знакомая работает на другом предприятии порекомендовала то конечно сарафанное радио это тоже одна из оценок но и продолжение этой темы вопрос от начинающего бизнесмена как он себя назвал вот академия экспорта попасть к вам можно и как он говорит только начинаю бизнес и как шутит горит моя жена утром планы строю а к вечеру они почему-то рушатся вот чем вы можете помочь и как попасть можно очередь он говорит записаться онлайн ну вот нам можно звоню с другого города кстати поэтому не из минска к нам на курсе повышена нацшу бизнес курс академии экспорта можно записаться можно это наверное сейчас будет минутка рекламы да то есть на сайте центра делового образования есть раздел академии экспорта там есть бизнес курс академии экспорта и там расписаны все модули по датам проведения начинаем мы 24 октября это первый модуль это уже на следующей неделе и дальнейшая то есть как бы каждый модуль расписан и на каждый модуль можно зарегистрироваться есть тоже немножко приближаемся к цифровизации да можно зарегистрироваться есть кнопка зарегистрироваться отправить заявку мы эту заявку видим связываемся высылаем уже все необходимые документы или просто позвонить к нам и мы готовы принять заявку даже по телефону скажите попасть ваши модули на все весь в этом какая-то логика или не нужно смотрите но все равно модули рассчитаны на тех специалистов той сфере которая не работают если это финансовая грамотность то понятно это финансисты да если это логистика и таможня то это специалисты тех или иных направлений но если малый бизнес если предприниматель то конечно то есть как бы ряд вопросов которые он осваивает и если руководитель то мы должны понимать там направление всей деятельности поэтому для общего развития мы рады видеть на всех модулей для углубленного развития то конечно модуль и каждый соответствует тому направлению и то специализации которая есть тоже можно ознакомиться с модулями посмотреть те вопросы которые интересны и зарегистрироваться мы будем рады видеть всех но вот интересный смс вопрос я сейчас его постараюсь вам процитировать и так я занимаюсь мебельным бизнесом сотрудничал раньше с коллегами из германии но сейчас санкции прекратились поставки и оттуда но и мы говорит тоже не можем но едет одна конструкция в мебели катаска на которую нет санкции вот как нам тут горит это все обойти с вашей помощью можно ну какая-то конструкция наверное для мебель собирать или что тут я уже не могу то что касается обучения если можно да если касается обучения это продвижение это реклама да это контекстная реклама то есть это вывод продукта на новые рынки бренд и целесообразность вопрос о другом да вопрос о другом смотри я передаю слово понятная история я более вам того скажу вот есть лампа и вот микрофон вот в таком собранном виде это значит санкционный товар от всего на болтики разобрать вроде уже в отдельности поэтому в данной ситуации необходимо для начала вот то чем мы занимаемся сделать санкционный комплайнс все-таки понимать какая есть и какие есть нюансы с точки зрения предметов кодов тендует по этой конструкции по субъектному составу я не знаю вот является ли эта компания и может могут ли быть применены какие-то косвенные ограничения и так далее но если их нет тогда здесь ключевую роль будет играть немецкий партнер который должен будет дать гарантию белорусскому предприятию в том числе получить экспортную лицензию на соответствующий товар вот просто пример из жизни вот есть такой формат поставки когда за все таможенные и ввозные и вывозные процедуры отвечает например покупатель а задача немецкого производителя сказать вот приезжайте ко мне на склад забирайте эти конструкции в черном ящике и белорусский субъект берет эти конструкции едет на границу а ему говорят извините товар значит экспортную не можем получить декларацию там и так далее и стоит вопрос а почему вы выбирали именно такой формат поставки вы в текущих условиях должны в принципе взаимосвязь оплаты поставить его взаимосвязь получения экспортной лицензии потому что примеров даже будем говорить таких недобросовестных действий со стороны определенных субъектов резидентов ес белорусское предприятие на правы и платит 50 процентов за производство определенной технологической линии 50 процентов а дальше производитель итальянский должен уведомить о том что товар готов к отгрузке как только он дает уведомление белорус должен снова 50 процентов заплатить и приехать забрать товар и вот этот белорусское малое предприятие нам с таким же вопросами обратились а мы можем платить они возникли ли вопросов я говорю а что вам говорят ваши партнеры нет они это уведомление от отгрузки они направили готовы отгружать мы проверяем их и смотрим что этот код в санкционном списке тогда белорусское предприятие пишет итальянцам подождите мы видим что санкции есть вы уверены что это оборудование пропустят что отвечает итальянцы нет белорусы так верните тогда первые 50 процентов извините банки не пропускают платежи вот вот вам пример ситуации он такой я его немножко упростил но нужно просто понимать что для работы и минимизации рисков вот нужно это предварительная предметная работа и вот мы здесь видим свою роль именно в этой работе такого промышленная палата не занимается продажей товара мы не сможем вместо всех экспортеров продавать товар поэтому ваш вопрос или первый вопрос был видим ли мы результат мы можем результат увидеть в целом если растет экономика растет внешне торговый оборот положительная сальдо мы видим свой результат но и в каждом конкретном частном примере если мы этому предприятию скажем что вы знаете у вас есть риски по этим конструкциям поэтому сделайте так так и так он это сделает все пройдет хорошо тогда мы понимаем наш результат мы помогли конкретному предприятию решить конкретную проблему вот сразу ответ спасибо за ответ на вопрос о конструкции спасибо большое так погоду качества вот еще вопрос один и евгений пожалуй надо будет завершать так вот год качества это одно а вот пятилетка говорит это сложновато будет это все надо будет перевести на рельсы именно качество так в принципе говорит давайте делать просто качественную продукцию один год второй третий просто ее делать но право же слушатель да очень очень хороший посыл жизни что нужно чтобы быть счастливым быть и быть счастливым в любом случае если мы говорим просто мы говорим о пятилетке качества как пятилетки на которой за которую мы должны почувствовать что мы действительно это делаем президент ведь говорил о том что не все это почувствовали не все это восприняли настолько серьезно мы же не говорим что мы делаем некачественно свою работу или производим как некачественную продукцию нет конечно и у нас есть серьезный контроль со стороны государства и никто не позволит делать брака если и делают то соответственно принимаются и решение под в отношении таких недобросовестных дельцов или предприятий но в любом случае вот мне кажется очень полезен был наш разговор потому что опять же из-за открытости экономики мы не можем не взаимодействовать с внешним миром да с внешними рынками а сегодня такая турбулентность как сегодня модно говорить настолько быстро все меняется тоже санкционное давление но постоянно увеличивается увеличивается уже там десятки тысяч санкций приняты против нас а мы все равно развиваемся наша экономика растет предприятия торгуют с африкой с азией с латинской америка и с россией да и с европой мы торга из европы но в принципе торгуем действительно пусть не в тех масштабах как было раньше но вместе с тем и вот здесь как раз роль белтпп очень высока потому что именно в условиях вот этих постоянных изменений наш бизнес наша промышленность наши производители не всегда могут быстро сориентироваться и именно с этой точки зрения как раз если мы говорим о качестве белорусская торгово-промышленная палата и поможет его и сохранить и приумножить я напомню что в нашей студии сегодня были представители белорусской торгово-промышленной палаты виталий в обещевич начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий и елена хорошевская директор центра делового образования белтпп а я на этом заканчиваю всего вам доброго берегите себя а